Апокалипсис Апокалипсис один из первых мутантов, появившихся на Земле, и один из самых сильных и могущественных мутантов во вселенной Марвел. Он обладает многими сверхъестественными способностями, которые отняло других мутантов, включая огромную силу, неуязвимость и способность изменять свою массу и форму. Сам он утверждает, что превосходит мутантов настолько, насколько мутанты превосходят обычных людей. В сегодняшнем выпуске вы увидите 10 самых крутых сцен с этим суперзлодеем, который не раз показывал свою мощь в фильме Люди Икс Апокалипсис. И начнем мы с ритуала по переселению сущности Энса Бахнура в новое тело, мутанта, способного к быстрому самоисцелению, что даст ему способность не стареть и быть неуязвимым. Однако группа заговорщиков среди стражей пытается сорвать ритуал, а четверо верных слуг мутантов в виде всадников Апокалипсиса ценой своих жизней спасают жизнь своего хозяина. Субтитры создавал DimaTorzok На девятом месте пробуждение Энса Бахнура в нашем времени в 83-м году. В Каире переодетая бедуинкой агент ЦРУ становится свидетелем того, как сектанты культа Энса Бахнура, раскопав обломки той пирамиды, пытаются пробудить древнего мутанта. Агент сама того не ведая помогает им оставив проход к руинам открытым, отчего на золотую верхушку пирамиды падает солнечный свет, вновь активировав ее. Освобождение Апокалипсиса из-под завала вызвало серию землетрясений по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее вместе со Шторм с помощью портала Апокалипсиса отправляется на поиск сильных мутантов, достойных стать его последователями. Он оказывается в убежище Калибана, где вторым последователем становится Псайлот, женщина-ниндзя и телепат, умеющая создавать холодное оружие из энергии. Затем Псайлот выводит Апокалипсиса на Ангела, который повредил крыло в последнем бою и теперь не может летать. Энсо Бахнур создает ему новые крылья, сделанные из металла, и перья, острые как бритва, которые теперь мутант может использовать как метательное оружие. Последним своим всадником Апокалипсис решает сделать Магнета. Они вместе с другими последователями прибывают на литейный завод, как раз когда Эрик готовится отомстить рабочих за то, что те сдали его милицию. Энсо Бахнур сам расправляется с людьми и зовет Магнета с собой, после чего раскрывает настоящую силу Эрика. А ты еще кто? Не пытайся помешать мне убить этих людей. Я тут не ради них. Сзади тебя. Опусти руку. Ощути металл в земле. Ты почувствуешь, что в твоих силах повернуть землю. На четвертом месте схватка почти бога с ртутью, который издевательски начинает избивать Апокалипсиса на суперскорости. Однако Энсо Бахнур с помощью своих сил вскоре замечает его и ловит Питера, заключая ему ногу в землю. После чего Апокалипсис ломает ее, лишив ртуть на долгое время своих способностей. Давай. На третьем месте сцены, в которой Апокалипсис лишил весь мир защиты. Во время телепатического общения Эрика и Чарльза их связь улавливает Энн Сабахнур. Он проникает в сознание Ксавьера и перехватывает управление Церебра. Он заставляет всех несущих боевое дежурство людей во всех ядерных державах запустить все боеголовки в космос, тем самым лишив планету ядерного оружия. Так Апокалипсис обезопасил себя от оружия людей. Никаких мечей. Никакого оружия. Никаких сверхдержав. Что вообще происходит? Кто отдал приказ? Люди. На втором месте бой в сознании Апокалипсиса с Ксавьером, который показывает, каково быть мощным телепатом и каково слышать всех людей. Однако и здесь Энн Сабахнур оказывается сильнее и избивает Ксавьера. При этом параллельно в настоящей реальности побеждает Людей Икс. Пока, конечно же, в бой не вступила Джин. Не хватает сил, Чарльз. Ну и на первом месте демонстрация сумасшедшей силы Апокалипсиса, который принимает решение переселиться в тело Чарльза, чтобы получить его способность к телепатии. И для этого он строит пирамиду, используя в качестве основы город, чтобы там провести ритуал, так как со способностью Чарльза Апокалипсис сможет управлять каждым человеком на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok